Приветствую вас, Полина. Я думаю, что здесь, в ситуации, которую вы описываете, вы попали отчасти в классический, я так думаю, уже теперь классический треугольник. Не треугольник, а классический капкан. Теугольник, я понял, был бы неправильный капкан. Вот, классический капкан отношений, где все друг к другу относятся, ну, не совсем, скажем, не совсем так, как вот можно было бы отнестись. То есть, где все относятся друг к другу не так, как предполагают отношения. Вот. То есть, я здесь говорю о том, что вы относитесь, ну, сами говорите, что вы относитесь к нему, как к ребенку, что вы вынуждены были тащить его за собой, что вам не нравится. Конечно. И, соответственно, на мой взгляд, это вам очень сильно мешает. мешает то, что вы не выстраиваете равноправных отношений с мужчиной. вот, и мешает то, что, видимо, вы слишком сильно через чур, сильно зависите от человека. Вот. Раз так достаточно легко впадаете в депрессивное состояние из-за его действий. Также я могу увидеть то, что вы склонны обесценивать себя, склонны обесценивать свои чувства. Вот. Ну, об этом я сейчас скажу. Итак. Три дня назад, впечатли, я поссорилась с парнем. До дня назад назревали маленькие и большие конфликты последние два с половиной месяца. А из-за чего? Из-за чего? Понимаете, вот по вашему описанию Полины получается так, что ссорились вы изначально из-за той самой поездки. По вашему описанию получается так, что начало всему это поездка та самая, с которой он почему-то стал холодным и грубым, как вы говорите. Так, значит, встречаемся на почти два года, проводим каждый день вместе. Ну, это вот, может быть, тоже является таким негативным фактором, потому что все-таки, ну, людям необходима определенная самостоятельность. А вот, как-то, вот, побыть порознь друг от друга иногда. Я его люблю, но он бывает безответственным в вопросах времени и своего будущего. А почему вы считаете, что он должен быть ответственным в вопросах своего времени и будущего? Времени и своего будущего. Почему вы считаете, что он должен быть ответственным? Здесь вы требуете от человека быть тем, кем он не является, то есть, по сути, не принимаете его тем, кто он есть. Задикает вопрос, почему? Совершенно очевидно, что вас как-то задевает его поведение, совершенно очевидно, что вас как-то, ну, вам как-то не нравится его, такое, может быть, отношение к вам. Вот, и тут опять же задикает вопрос, как это конкретно вас именно задевает. Я начинаю ругаться, из-за чего, вот знаете, да, у вас есть определенные чувства, но вы их выражаете, обвиняя его в чем-то, но не выражая свои. Называть его ребенком, значит, ругаться нельзя, но я не могу развиваться с неминными шагами и еще его тащить за собой, а в итоге быть еще и виноватым. Ну, смотрите, вы разговариваете с неминными шагами сами, это ваше право, это ваш выбор. Зачем его тащить за собой, не очень понятно. Ну, а виноватым никто не может вас сделать, кроме вас самой. Поэтому, если вы делаете себя виноватым, на это есть причина. Чувство вины возникает из детства, например, чувство вины возникает из-за обесценивания себя, чувство вины возникает из-за ориентирования на ожидание других людей, как правило. Ну, и из-за сравнивания себя с другими людьми тоже. Так же, он очень много врет и занимается прокрастинацией, но, опять же, это вот тот такой человек, вы его не переделаете, пока он там не закончится. Вы либо принимаете его так, как он не ест, либо нет. Он очень хороший человек, не кричит, не унижает ни жизнь с ним, а сказка. Как-то противоречие. Ни жизнь с ним, а сказка, но при этом вы ругаетесь. Два с половиной месяца назад мы съездили в очередное совместное путешествие. Это был его подарок-сюрпризы. Первый же день поездки, он для него осмотрится изменился. Он стал грубым и холодным. Из-за чего? Из-за чего так случилось? Я, дабы не испортить отдых, делала вид, что все хорошо, и последний день не выдержала и расплакала. А почему вы считаете, если бы вы выразили свои конкретные чувства в ответ на его конкретные действия, это испортило бы отдых? Почему вы так считаете? Так. После этого мы часто ссорились без повода и с поводом. Опять же, есть такая психологическая игра. Она называется «Скандал». Вот. Вы можете про нее почитать в интернете, про эту психологическую игру. Вот. Я думаю, что вы откроете для себя механизм ссор. Но, так или иначе, в ссоре несут ответственность оба партнера, и вам нужно взять ответственность на себя свою за ссоры. У меня очень сильно обиде накопилось из этой поездки, да, которую вы не раскрыли. Которую вы не раскрыли. Которую вы не выразили своими чувствами. Не его, не на него, а именно себя. Своими чувствами. Так. После этого мы часто... Так. Значит, с обидой. Он стал каким-то закрытым, и я чувствовал меньше любви, и, соответственно, впадал в депрессию, и он не любит. То есть, у вас есть причинно-следственная связь между депрессивным состоянием и тем, что человек ведет себя холодно по отношению к вам. То есть, вы зависите от его отношения с Полиной. Полина. Получается. Вот и вопрос у меня к вам. Как связаны его отношения и ваши депрессивные состояния? В чем важность его отношения для нас? Ведь это очень сильная важность. Выносила мозг? Для чего? Чувствовала, что он меня не понимает. Опять же, вопрос. Почему вам так важно, чтобы он вас понимал? Как вы себя чувствовали и чувствуете, когда он вас не понимает и почему? Две недели назад у нас случилась ссора из-за его вранья и лень. Здесь вы перекладываете ответственность на него. Ссора случилась не из-за его вранья и лень, тем более, что вы пишите, что он всегда таким был. А то же случилось из-за того, как вы это восприняли. Вы восприняли его вранье или как-то негативно для себя и поссорились. Не желая брать ответственность за то, что вы чувствуете. За то, что вам что-то не нравится. Вот из-за этого не просто. А не из-за него. Я психанул и сказал, что он безответственный. Опять же, вот здесь у вас есть ожидания от человека, которым он не соответствует ожиданиям этим. Это он не такой, он не тот, судя по всему, кого вы ждете. После этого через три дня произошла очередная ссора, из-за чего, когда я не выдерживался, наорал на него, он меня бросил. Он сказал, что его оплотно взят его вредные привычки, и все, что делаю я, это я и мой характер. Ну, в принципе, здесь он, по сути, говорит верно, только если это вредные привычки, то ему нужно что-то делать. А ссора, опять же, из-за чего, то есть что-нибудь, не выдержив чего, вы наорали на него. Знаете, вы как будто постоянно под напряжением каким-то, под давлением каким-то находитесь. После этого на следующий день звонил весь раз, пытался объясниться, вернуться ко мне. Я простила и приняла. А что вы решили-то, какие решения вы приняли, раз вот произошло примирение, или никаких решений? Следующая неделя была замечательной, но потом случилась маленькая ссора на ровном месте, и я хотел ее просто замять. Во-первых, из-за чего ссора, и почему вы хотели ее замять, и как? Тут опять же противоречие, если ссора, значит это важно для вас. Заминая, вы обесцениваете свои чувства, то есть опять начинаете оказывать давление на себя, чтобы потом не выдержив, взорваться. Он сказал, что все разрушено, что он меня любит, хочет найти решение к нашим проблемам, быть счастливым. Ну, вам каждому, вам надо к своим проблемам, к каждому найти решение, к себе разобраться, к каждому, к каждому себе. В этот же вечер у меня было депрессивное настроение, я напиши, что боюсь, что он меня не любит, что не слышит и не услышит. Но опять же, здесь вы не берете ответственность за свое ощущение, вот. То есть, здесь нужно разбираться, почему у вас возникло депрессивное состояние. То есть, пока очень похоже на то, что вы от него очень слишком зависимы. Так, что все плохо, но опять же, что именно, что плохо. Но в следующий день, придя к нему, я сказал, что все это бред, что именно бред. Я сама в это не верю, во что я не верю. Он лег в кровать и замолчал. Я начал говорить, мол, я борюсь, боюсь просто высказывать свое мнение, раз у тебя такая реакция на что негативное. Как связаны его реакции и то, что вы боитесь. Чего вы боитесь? Его потерять? Почему? Давайте в этом направлении двигаться. В итоге он сказал, что не хочет сейчас говорить, так как у него слишком много негативных эмоций и мыслей. Но опять же, этот человек, в принципе, выразил свою позицию. Я очень сломолча, с тех пор мы не общались. Прошло уже три плюс меня, и оказывается, у него истерика, паника, не знаю, что делать. А из-за чего истерика и паника? Я его люблю. Ну, я бы сказал, что это у вас не совсем любовь, а потребность в нем. Любовь, это все-таки желание что-то делать для другого. У вас же есть потребность в чем-то для себя. Знаю, что он меня любит. Это вы не можете, вы не можете этого знать. Вы можете знать, что чувствуете вы, но судя по тому, что чувствуете вы, это точно не то, что вы пишете, это не совсем любовь. То есть, он просто слился в тихую и шокирует меня. Но опять же, вот есть ощущение, что вы реального человека не знаете, а есть ощущение, что вы строили просто образ, образ мужчины, который вам вот хочется видеть. До этого мы два года каждый день вместе провозили. Ну, опять же, вот вы пишете, не знаю, что делать. Что делать, чтобы что, Полина? Не знаю ответить на этот вопрос. Что делать, чтобы что? Очевидно, что вы чего-то, вот, очевидно, что у вас очень много противоречивых чувств. Очевидно, что вы зависимы от своего мужчины. Очевидно, что вы боитесь его потерять, боитесь быть брошены. Вот, если так, то это вопрос самооценки, и с этим можно и нужно работать. Вот, с психологом. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится.